Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Следственном комитете завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки в крупном размере одному из руководителей правоохранительных структур. По версии следствия, 60-летний житель Мозыря обратился к своему знакомому с просьбой оказать помощь в решении вопроса о незаключении под стражу своего сына, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, травмировал бутылкой из-под пива человека. Хулигана задержали и отправили в изолятор временного содержания. Отец хулигана договорился о благоприятном решении, интересующего его вопрос о передаче незаконного материального вознаграждения должностному лицу правоохранительного органа. При этом не довел свой преступный умысел до конца по независимым от него обстоятельствам, в связи с тем, что данное должностное лицо отказалось от принятия незаконного материального вознаграждения. При этом посредник, воспользовавшись ситуацией в своих интересах путем обмана мужчины о размере взятки, подлежащей передаче путем ее завышения, завладел денежными средствами, принадлежащими данному мужчине в сумме 3000 долларов США. Следствием проведены очные ставки с участием фигурантов дела, детально проанализированы материалы оперативно-розыскной деятельности. Исходя из роли каждого обвиняемого, их действия квалифицированы как покушение на дачу взятки и мошенничество, совершенное в крупном размере. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. Бетонный забор помешал владельцу автомобиля Volkswagen Golf уйти от погони сотрудников госавтоинспекции. ДТП произошло в Речице на Светлогорском шоссе. Проигнорировав требования об остановке, мужчина увеличил скорость и попытался скрыться. На перекрестке автомобиль вошел в неуправляемый занос и протаранил заборы. Железобетонная плита упала, рассыпавшись на мелкие фрагменты. Автомобиль получил серьезные повреждения, но, к счастью, обошлось без жертв. Проходить медицинское свидетельствование водитель отказался. В связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил обгона, сотрудники управления госавтоинспекцией проводят комплексное мероприятие «Встречная полоса». Сотрудниками госавтоинспекции будет проводиться широкая профилактическая работа, направленная на предупреждение водителей о нарушении правил дорожного движения, а также возможных последствий выезда на полосу встречных движений. Также сотрудниками госавтоинспекции будут проводиться различные рейдовые мероприятия, направленные на выявление данных фактов, а также привлечение водителей к административной ответственности. Сотрудники Гомельского отдела внутренних дел на транспорте устанавливают личность гражданина, который подозревается в хищении ноутбука в поезде. Его приметы на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы русые, короткие. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, толстовку черного цвета с рисунком на груди в виде красной буквы «Х» и темно-синюю шапку. При себе имел рюкзак черного цвета с белыми горизонтальными полосами и надписью «Адидас». Те, кто обладает информацией в отношении данного гражданина, просят сообщить по указанным номерам. Такой обзор криминальных происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.